желание задать вам вопросы тоже. Ну, для начала, если кто-то не в курсе, так, это ваша презентация, так что вы управляйте ее, Эден. Для начала, инстаграм-аккаунт АСВАЖИ это история не просто о бабушке, которая путешествует по миру, это история о семье, это история о том, как все-таки вы путешествуете с семьей, правильно? И папа там с вами ездит, получается, вы АЖЕ с собой берете, расскажите, как эта идея вообще пришла к вам в голову? Ну, всем здрасте. Мы долго не думали, просто у меня родители всю жизнь работали, то есть бабушка одна воспитывала всех детей, и она живет с нами. Родители все, бабушка работала до 70 лет, продавала пирожки, кукурузы, разные продукты, все это. И у меня родители тоже работали. Они всю жизнь работали, они ждали, пока мы вырастим. Мы выросли, бабушка есть, и папа решил, что мы просто отдохнем. А брать бабушку, не брать, мы никогда не думали. Мы семья, значит, мы вместе летим. Мы наоборот, если она не летит, то мы тоже не летим. Скажите, а вас уже узнают на улицах пользователи Инстаграма? Куши, ты танимасы, ты деда? Танит? Апа, урша, брейкс, айтарш? Ага, урша. Ага, урша. Ага, урша. Ага, урша. У меня бабушка, моя бабушка благодарит, что вы все пришли. Она рассказывает, что ей 83. Мы не спикеры, мы никто, мы просто простые люди, поэтому мы тоже волнуемся. В этом и вся прелесть. Вот скажите, пожалуйста, все-таки 44 тысячи подписчиков это уже прямо слава. Это прямо уже такая локальная, но тем не менее. Есть какие-то идеи, что можно с этой славой сделать? Я не знаю, может быть запустить телепроект, может быть сделать какой-нибудь, что-нибудь в интернете, какую-нибудь историю. Или вы просто хотите продолжить наслаждаться поездками и выкладывать жизнерадостные фотографии в инстаграме? Первоначально мы вообще ничего не планировали. Получается, я просто видела, как молодежь увлекается бабушками, дедушками с иностранных стран. То есть как они одеваются, как они себя ведут. И тогда мне просто хотелось показать свою бабушку, потому что она как бы всегда одевает у нас в национальном стиле. Вот нас учит, да, вот так вот ходить, одевать. И мне просто хотелось показать, что вот наши бабушки тоже могут, наши бабушки тоже не созданы для огородов, либо на один-два тоя сходили и все, сиди дома. Или там с внуками. Как они нас учили в детстве, куда-то водили, элементарные фастфуды, кинотеатры. Так же и мы сейчас должны. Мы просто сейчас забыли, что нашим бабушкам и дедушкам тоже интересно. Один раз просто сводить и попробовать. У меня, например, бабушка обожает KFC. Если мы куда-то выходим, она спрашивает, а KFC будем есть? То есть вы должны сами один раз заставить. Даже за границей мы тоже бабушку заставили. Мы сказали, что мы купили билет. Если она не поедет, все равно деньги сгорят. Под таким шантажем мы ее сначала заставили. А сейчас ее спокойно уговорить. Ну вот, кстати, вопрос такой. То есть, получается, Айже, вы дебютировали как путешественница только в 79 лет, когда вы поехали в Лондон. У вас сейчас уже вы вошли во вкус? У вас появились какие-то пожелания? Вы теперь хотите посмотреть ту страну или эту страну? Она говорит, что она чувствует себя молодой. Нам доктора сказали, что у нее сердце, как у 18-летней девушки. Говорит, что только печать в паспорте или возраст в удостоверении, как говорится, только выдают. А так она не чувствует себя 83-летней. Отлично. И тем более, большая часть аудитории понимает, о чем речь. Айже, а еще такой вопрос. Вот ваши сверстницы или опашки, с которыми вы встречаетесь на тех же свадьбах или тоях, вы их заряжаете своим примером? Вы пропагандируете идею путешествий? Курбу-достарын, сезбе карап, оларда шетелге шықсы гелеп, сонда шабықтанаман дейдер. Курбу-курдостарын мина Кентау қаласында тұрады. Мен өзім Алматыда тұрады. Той-той-той наққа барғанда болмаса, оларды көп көрмейм. Мен деп айында бір, екі, үшірет кей уақыттарда, кей жылдарда барам, бәрі қызыға да айтады, қалай жүрдің, қалай тұрдың деп. Мен деп көргенімді айтам, бірақ, бір ыңғайсыздыңын қырап, барып айтамын. Олар үйде отыр, бала шағасына қарап, із қысып қа мүрдің, ұқызыңын жылай Мен деп көрдің бір, өйг Great Th Hughes. Бұр ешедуге қызыңынафын жүрдіңдің. Вот она рассказывает, что вот она родилась в городе Кентау, она туда ездит, когда у нас то и всякие мероприятия, рассказывает, что ее подруги, вот у нее много подруг, она им рассказывает своих впечатлений, делится, но с одной стороны тоже стесняется, потому что не у всех финансово получается, но даже у тех, у кого получается, я могу заметить, что они просто забывают о своих родителях, больше уделяют внимание своим детям, то есть берут детей и отдыхают за границей, берут детей и куда-то ездят, а бабушки и дедушки, они считают, что с детьми посидят, с внуками, это для них нормально, нет, надо их всех вместе. Вот я внучка своей бабушки, и куда бы я ни ходила, я всегда, блин, я даже, я не знаю, какое-нибудь кино хорошее посмотрю, я всегда думаю, о, надо пас сюда привезти. То есть нужно воспитывать, мне кажется, именно так, с любовью именно к взрослому поколению. Раз. Отлично, это прямо у вас манифесты получаются, очень правильные, мне кажется, вещи вы транслируете. Дорогие друзья, давайте, чтобы это не превращалось в нашу беседу здесь, у нас есть, должна быть, вот прекрасная девушка Дана, сейчас она получит микрофон и выйдет в зал, и она с удовольствием предоставит вам возможность задать вопросы. Вот девушка, я смотрю, уже руку держит. Буквально вопросов пять мы примем, поэтому поднимайте руки, чтобы мы вас заметили. Алло. Да, здравствуйте, Айдын. Я человек, который тоже занимается помощью пожилым людям в рамках нашего благотворительного фонда «Улучшение качества жизни пожилых людей». Расскажите, пожалуйста, вот это очень интересный опыт, как вы смогли сконвертировать, если так можно сказать, ваших подписчиков, многочисленных подписчиков для совершения добрых дел. Расскажите про ваши акции с бабушками, как вы привлекаете внимание к теме «Помощь пожилым людям» именно через создание такого позитивного настроения. Спасибо. Спасибо большое, очень приятно, что вы знаете. Благодаря воспитанию моей бабушки мы начали устраивать благотворительные вечера. Знаете, когда идете в дом престарелых, бабушка у меня всегда хотела их, я не знаю, один ужин для них сама приготовить. У нее всегда было желание для бабушек и дедушек в дом престарелых, потому что им не повезло, потому что их дети оставили. И каждый раз, когда она смотрит всякие передачи про бабушек и дедушек, там она всегда плачет и расстраивается. Поэтому меня папа, получается, отправил и сказал, вот, пойди посмотри, что мы можем сделать. Я раньше ходила, но никогда одна сама не заходила в дом престарелых. И когда я первый раз зашла, я поняла, что им ничего не надо. Им не надо, я не знаю, еды, государство обеспечивает. Им не надо какой-то одежды, денег, им просто нужно внимание. Моей бабушке, которая сидит дома, ей тоже нужно внимание. Если я домой приду и не поздороваюсь с ней, а просто пройду мимо, она не будет со мной разговаривать, потому что они в таком возрасте, как дети. Я зашла в дом престарелых, я поняла, что они просто элементарно нуждаются в слове, как вы, бабушка, что вы делали. Ей хочется рассказать, как она ждала до вечера, что она смотрела, что делала. Я когда даже элементарно прихожу домой, бабушке интересно рассказать, что она делала, о чем разговаривала с соседями, как она резала картошку, почему именно квадратом, а не кругляшком. То есть это все для них очень важно. А мы думаем, ой, это неинтересно, проходим мимо. А вы поймите, когда вы в старости, в таком же возрасте будете, для вас будет интересно, почему вода так стоит. То есть я зашла в этот дом престарелых, поняла, что им просто нужно внимание. Вышла на улицу, я ужасно себя чувствовала, потому что я видела эти грустные глаза, я видела эти взгляды. Все на себе поймала и вышла на улицу и видела, как молодежь просто сидит на улице, шелкает семечки. Мне просто стало обидно, потому что мне хотелось их всех просто завести в дом престарелых, и чтобы с каждой бабушкой или дедушкой просто поговорили элементарно. Так и началось. Получается, я сначала хотела их в театр отвезти, поехала в театр, им объяснила, хотела скидку получить, а мне дали 100 билетов бесплатно в театр Мухтара Уэзова. Потом нашла автобус, им объяснила, что хочу, они тоже бесплатно. Потом думаю, ладно, хотя бы водички, что-нибудь такое, чтобы по дороге они не проголодались. Все вот это находила, находила, и в оконцовке все обошлось бесплатно. Поддержали люди, и мы устроили той для них. Наши бабушки и дедушки ходят на тои, да, а в дом престарелых у них есть платья, которые они 5-6 лет хранят, но никуда с ним не одевают, потому что их никто не приглашает. Их дети, родственники оставили, и они никому не нужны. А им тоже много чего не надо. Просто зайдите в дом престарелых, не надо ничего покупать. Просто возьмите, я не знаю, соки двухлитровые, несколько соков возьмите, печеньки поставьте. У них каждую неделю в четверг дискотека. Просто идете на стол, ставите, танцуете с ними, и все, это для них счастье. Благодаря этому мы открыли Кайрам Ды Жандар, группу волонтерскую. Сейчас она есть в 13 городах в Казахстане. Это молодежное движение, это волонтерское, нигде мы по документации не состоим, ничего не делаем, мы просто собираем молодежь. Как я вам сказала, просто собираем молодежь, идем в дом престарелых. Собираем молодежь, идем в детские дома, помогаем малообеспеченным семьям. То есть мое желание было, чтобы нам нужно общаться. Мне уже не интересно, мне как бы 26, мне не интересно в кафе, мне не интересно клубы. Это одно и то же повторяется. Но общение с людьми всегда надо. Поэтому я решила, что молодежь должна именно общаться в хорошем, добром поступке. То есть мы все собираемся, скидываемся по 500 тысяч тенге и собираем все вместе, покупаем продукты и обеспечиваем одну семью, в которой 9, 10 детей или 5, 6 детей, мать-одиночку, и покупаем им продукты на 3-4 месяца, где дети потом не засыпают только из-за того, чтобы не просить у мамы еды. Дорогие друзья, еще вопросы? Ну пока вы созреваете для вопросов, у меня еще есть вопрос. А вот с пропагандой, допустим, путешествий все понятно. А кого-нибудь из своих ровесников или своих людей, ближе к своему возрасту, с кем пообщается, кто-нибудь из них завел хотя бы Инстаграм себе? Кто-нибудь овладел этими технологиями, мне интересно. Люди не то, что Инстаграм завели, даже я знаю именно своих подруг, друзей, которые после бабушки, после того, как они посмотрели, увидели, а, оказывается, мы тоже можем своих, они после этого отправляли своих бабушек и дедушек отдыхать. Они ездили с ними вместе. То есть это был реально хорошим примером. Спасибо, ну это прям прекрасно, слов нет. Дорогие друзья, у нас сидит совершенно замечательный гость, вернее, две гости. Давайте еще вопросы. Редко выпадает такой шанс. Мне кажется, наши зрители в восхищении, просто потеряли дар речи. Вот вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Я все время стеснялась из-за того, что это русское имя, и хотелось, чтобы ее звали Ля-Ля, но все равно все люди начали назвать Леной, и она так и осталась Леночкой. Я все время стеснялась. Я все время стеснялась. Я все время стеснялась. на обучение, а так в Англии ей все понравилось, но единственное, вот язык это то, что делает взрослого человека как маленького ребенка же, и она не могла ни с кем не разговаривать, ничего говорить, поэтому для нее было скучновато, и поэтому она постоянно зависела от нас и спрашивала, что, как, что, кто говорит, и все такое. Следующая страна была Таиланд, ей там очень понравилось именно то, что природа, купаться, она очень любит купаться, ой, плавать, и она не выходила из воды вообще, просто вообще не выходила, мы один раз ее даже потеряли, получается, мы уснули, загорали, уснули, а проснулись ее нету, думаю, ладно, вышла, наверное, ждем, ждем, полчаса ее нет, а она просто далеко заплыла, и она же в платке, и не видно, там отсвечивает от солнца, ее не видно, у нас началась паника, где она, и там люди лежали, и они говорят, да вы пока спали, она тысячи раз туда-сюда искупалась, пока туда, мы начали паниковать, мы ее зовем, она такая вышла, говорит, да блин, дайте нормально поплавать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ана-казым англияның оқуын бетіріп, оқуын чалғастырып Америкаға барды. Америкаға барғаннан кейін, онда да жүрдік көй, олай-болай, қаласы чахсы бары, кәнсертіне кірдік, одаң Испанияға бардың, Италияға бардың, барысыл. Италияға барған че күсіздейді. Испанияға бардың. Испанияға бардың. Италияға барың. Жүргенім адамғылға қойтың кәйті өтер. Шазаға бұл қан езімді қаласыға қаласыға дұрысықдай, шашадым де сім, ой-бой қой, қоляғағы жүргім қсап, бомай тыкен керек жүргім мүнті қаласығағы жүргімінді кәл қаласығын тасықтап. Вот что хорошо, ей гордость не позволяет сидеть на коляске или где-то. Если мы говорим, вы отдохните, а мы сейчас пройдемся. Она не останется, и она в колясках не сядет. Она поедет с нами, и она, например, весь Диснейленд с нами обошла. На каруселях каталась. То есть у нее нет такого страха. К нам даже люди подходили и говорили, вы осознаете, да, какой это карусель? Это прям нормальный такой. И мы все говорили, опа, не надо, она нет, если вы сядете, я тоже. И с нами садилась, и ничего плохого не случилось. И она побывала, получается, в Англии, Франции, Испании, Таиланд, Америка, Шри-Ланка. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просто вам виза нужна, это виза можно ктунебуде шо? Шахарсан оде еле баран арене. Индопор Сурак, янг одеему мемлекет, сезге он айтун, кай мемлекет еде? Кай мемлекет еде, янг каттонаде еде. Одна и другая, янг каттонаде еде, янг каттонаде еде. Америке, янг каттонаде еде, янг каттонаде еде. Пожалуйста, не забудьте. Спасибо. Огромное спасибо, огромное спасибо за вопросы, дорогие друзья. И огромное спасибо нашим гостям сегодняшним. Это потрясающий опыт, конечно. Большое спасибо вам, Айден, за то, что вы делаете. Апа, сезге Рахмет. Такое удовольствие от общения с вами. Давайте поаплодируем наши гости Лена Апа. Рахмет с ДРГ. Дорогие друзья, еще раз давайте овацию для нашей гости. Восемьдесят три года человеку, это же невероятно совершенно. Следующее, что будет происходить на этой сцене... ... ... ...